Девчонки, всем доброе утро! Ну что, у меня украинская прическа Ася. Аська куда-то залезла, слышу. Бегая, сейчас губки подмажу и повезем Миленко на занятия. Такая прекрасная помада, вообще замечательная, просто мягкая-мягкая. Но вот этот оттенок, по-моему, какой-то он бледноватый, тот был поярче. Ой, нас на сегодня снег обещают. Так хочется, мне Милеша так ждет вообще. Да, снег нужен, потому что морозы ж будут, вот этих крещенские. Надо, чтобы землю покрыло. Так все, девчонки, побежали мы. Нет, еще не побежали. Девочки, в комментариях читала, что спрашивали, насколько стойкий аромат. Наносила вчера, на целый день хватило, хотя это не парфюм, а туалетная, самая обычная туалетная вода. Очень стойкий, но надо его, ну, буквально капельку. И проблема в том, что здесь, вот видите, такой распылитель большой. И если наносишь, то получается очень много. Так я наношу на запястье, потом вот так вот прикладываю. Ой, боже, какой аромат, ну, он просто, я даже передать не могу, мята и роза. И хватает на целый день, хотя, опять же, повторюсь, это туалетная вода. Так что очень рекомендую. И ни капелюшечки не пожалела, что я его купила. Хотя, сомневалась, потому что эту фирму, этот бренд, я не знаю. Но меня сначала, знаете, что впечатлил флакон. Я увидела очень красивый флакон, подошла, взяла тестер, нанесла, понюхала. Боже, какая красота. Потом посмотрела на цену, цена меня тоже порадовала. Ну, и в конце концов, недолго думая, я его купила. Так, ну, теперь уж точно побежали делать. Еще у нас настоящая зима. Ой, какая красота. Все белое, снежок идет. Вообще обалденно. Смотрите, сколько у нас снега вообще. Полно милом, детям счастье будет. Все белое такое. Буквально со скольки? Восемь часов снег начался. И сейчас с полдесятого. И уже сколько. Сейчас покажу подарки новогодние, которые в нашей школе давали деткам. На новогодние утренники. Вот такие вот пироженки. Макарон. И вот это вот. А ну, сейчас я открою, гляну. И сердечко вот такое. Ой, прелесть какая. Мелешка отсутствовала. Поэтому ее подарочки были спрятаны у Деда Мороза. И вот здесь вот пряники расписные. Ручная работа. Это, наверное, написано. Кондитерская цукровая свята. Be happy. О, кафе кондитерская. Это хорошо. Можно будет. Да, это то же самое. Можно будет заказать. А это ее лучшая подружка в школе. Ей тоже новогодний подарок приготовила. Потому что Милен перед отъездом отнесла ей. Небольшой такой тоже подарочек с конфетками. И ей девочка тоже принесла сегодня. Не, ну прелесть просто. Не какие-то обычные банальные конфетки. А действительно очень вкусные и полезные наборы. Девочки, а самым главным-то я и забыла похвастаться. Я же все-таки привезла свою малышку. Свою маленькую орхидею. Сейчас расскажу, как было дело. В общем, я ее... Ой, капельки, да. Я ее ставила в водичку, чтобы напиталась почва. Поставила я ее в коробочку, положила. И она у меня была в ручной кладе. Думаю, если скажут, что нельзя, я просто отдам ее мужу и все. И там в Ницце так хорошо было. В общем, видно было, где мы проходили вот этот вот контроль. Но никто ничего не сказал. Чемоданчик проехал. Все там посмотрели. И вот так вот моя красавица доехала. Так что цветы... Ну, не знаю, может быть, конечно, вот такие вот небольшие. Но, в принципе, орхидея это не пальма. Поэтому цветочек мой приехал вот сюда, ко мне, в сумму, в квартиру. Сегодня хочу испечь французский сырный пирог. По рецепту моей соседки Элизабет. И не знаю, что у меня получится. Потому что ни разу не пекла во Франции. Всегда я его покупала. Он чем-то похож между нашей творожной запеканкой и, ну, наверное, кексом. В общем, буду смотреть, буду стараться. Надеюсь, что получится вкусно. Нужно полстакана сахара. Два пакета... Два пакетика ванильного сахара. 300-400 грамм. Ну, там фромаж блан. Он такой жидкий, мягкий творожок. Немножко соли. В общем, а сколько я не пустила, а сколько у меня здесь в пакете. А, 350 как раз классно. Пачка творожка уйдет. И 150 грамм сливочного размягченного масла. И муки 350-400 грамм. В общем, будем готовить сейчас мы с Аськой. Покажу последовательность действий по рецепту. Может, кто-то тоже захочет приготовить. А может, уже кто-то и готовил такой пирог. В общем, масло с сахаром, с ванильным сахаром. И, о, сейчас посолить надо. Совсем немножко соли. Укладываем в миску глубокую. И при помощи венчика нужно взбивать минут 5, чтобы оно стало однородным. Вот эта вот масса из сахара и масла, чтобы она такая белая была. Затем, по рецепту, нужно влить творог. Но, поскольку у нас он такой зернистый, я не знаю, есть здесь, может, сметаны немножко добавить. Даже не знаю. В общем, сейчас посмотрю, если будет слишком густое тесто. Добавлю сметану, потому что во Франции фромашблан он жидкий. Знаете, побоялась добавлять сметану. В общем, взбила яйца. И сейчас попробую взбивать. Посмотрим, что получится. Если уже будет совсем густо, то тогда добавлю йогурт натуральный или сметану. Ой, не, ребят, что-то не то. В общем, взбила я с яйцами. Оно такое густое. У Элизабет такое тесто жидкое было. В общем, у меня есть вот такой вот греческий йогурт. Не знаю, сколько сейчас. Пару ложек добавлю. Посмотрю. Посмотрю, я же сметану, в принципе, не покупаю, а покупаю греческий йогурт. Сама делаю йогурт на его основе. И там к борщику использую. Ануш. Так, а ну попробую я взобью еще немножко. Добавила еще 3 столовых ложки йогурта и всыпала разрыхлитель. Пакетик разрыхлителя 15 грамм. Сейчас взобью, добавлю муку и буду укладывать в форму для запекания. Все, тесто готово. Консистенция такая же, как у Элизабет, только вот творожок видно. У нее все такое однородное. Ну, как я уже сказала, у нас творог зернистый. И поэтому посмотрим, что у нас получится. Так, разогреваю духовку до 200 градусов и выпекать нужно 45-50 минут. Девочки, смотрю, что тесто у меня очень много и решила выпекать в двух формах. Потому что вот этот вот пирог, он обычно в объеме поднимается раза в два, увеличивается. И как бы в эту вот формочку, ну, никак. Все, это у меня же, видите, большая миска. И в ней практически, ну, как она, больше чем наполовину заполнена. В общем, попробую вот это вот я терин всегда пеку. Эту из Франции. Ну, и эту из Франции привезла, как и вот эту, и вот эту у меня все. Ася, куда ты? Ох, это Ася, помощница. Ладно, девочки, буду наполнять, потому что духовка уже разогрелась. И буду ставить на выпекание. Все, отправила пирожок в духовку. Аська за ним наблюдает. А у меня есть пару минуточек отдохнуть. Девочки, села читать комменты. И, честно говоря, не понимаю, почему у некоторых моих зрителей настолько, наверное, если правильно выразиться, такая завышенная оценка, хороший ты родитель или нет. Я всегда считала себя нормальной мамой, но, как оказывается из комментариев некоторых людей, это совершенно не так. Мне, конечно, абсолютно непонятно. Оправдываться я не собираюсь, потому что я знаю, что я делаю для своих детей. И я знаю, что это правильно. Моя младшая дочь к восьми годам, если у плохой мамы, ну так вот разобраться, говорит, пишет и читает на четырех языках. На французском, на английском, на украинском и на русском. К тому же, ребенок посещает дорогую, акцентирую именно на слове «дорогую», потому что оплата за частную школу идентична оплате, которую люди платят, живя на юге Франции. Не знаю, может быть, в других регионах стоит это дороже, но у нас оплата такая же, как и во Франции. Затем ребенок посмотрел несколько стран. Можно сказать, объездил практически всю Европу. Одет, обут, опрятный, ухоженный. Ходит на различные секции. Для ребенка поход в ресторан – это не какой-то праздник, а это место, где можно поесть. Ежедневно я не тягаю своего ребенка на маршрутках. Она ежедневно и в школу, и из школы ездит на такси. Я не понимаю, в чем выражаются именно вот эти критерии, что Миленке с мамой, с такой мамой, как написала женщина, ей не повезло. Или имеется в виду, что я, наверное, подаю плохой пример, как вот дочь, которая приехала заботиться о пожилой больной матери. Так тоже я здесь не могу сказать, что именно это имеется в виду. Вот вы кто написали вот это. Обоснуйте свои обвинения, потому что это абсолютно не соответствует истине. И мне непонятно, если человек, вот родители, мать, отец не пьют, не курят, работают, заботятся о детях, заботятся о доме, заботятся о том, чтобы дети увидели мир, попутешествовали, заботятся о их образовании. В чем? Вы, наверное, не смотрели передачи, где показывают, есть передача на Первом канале, по-моему, мужское-женское называется. Вот там действительно показывают плохих матерей, плохих родителей, где дети понятия не имеют, что такое конфеты, не говоря уже о какой-то более-менее приличной одежде. Поэтому, если сказал Анн, говорите бы, мне интересно, в каком месте я плохая мама. Про мужа тоже писали, но про мужа тут ясно. Это пишут женщины, у которых вообще нет никаких мужей, и они там, ну, я не осуждаю, я понимаю, почему, ну, мягко говоря, не очень лицеприятно о мужчинах вообще в общем отзываются, потому что, ну, как бы рядом нет, у меня нет, у нее есть, и вот это, наверное, как-то вот так подталкивает на какие-то такие действия, на написание чего-то такого, ну, некрасивого, но относительно плохой мамы. Вот я хочу, задаю вопрос, скажите, в каком месте, или относительно чего, почему вы так считаете? Мне вот очень интересно. Девочки, смотрите, какой воздушный, пушистый уже у меня пирог, аромат стоит на всю квартиру, вот ванилином, такой выпечкой. Ай, обалденный просто. Так, сколько ему еще? 15 минут, и буду доставать. Ох и балована наша Ася, да? Ох и балована. Вот эта вот девчонка, ох и девчонка. У меня сегодня действительно очень удачный день. Смотрите, наконец-то приехал рождественский подарок для моего мужа, который мы заказывали с Артуром еще в первых числах декабря. И перед Новым годом, в декабре, в общем, я у нескольких продавцов на розетке смотрела, и не было в наличии. И вуаля, наконец-то он здесь. Подсветочка, я уже выставила температуру. Он видно, видно, мою руку видно, бутылки не видно. Сейчас открою, покажу. Правда, он еще так слабенько заполнил. Заполнен всего лишь здесь три бутылочки бургундского и бутылочка шампанского. Ну, надеюсь, пополнения будут. Так что наш папа тоже с подарком, наконец-то! Он так классно в интерьер вписался и вместился по габаритам. Смотрится вообще классно. Я очень довольна. Хоть с этой стороны, хоть со стороны входа. Вот, с прихожей, если смотреть, то тоже смотрится так. Вполне гармонично. Ну, в общем, я довольна. Надеюсь, что муж тоже обрадуется. Вот и все готово. Смотрите, какая красота! Просто быстро! Ой, какой вообще! Ой, как пахнет! Так, ладно, поехала я за Мелешкой. И когда приедем, будем пить чай с вкусным творожным пирогом. Один к бабушке отнесем завтра. Один, я думаю, сегодня мы... Сегодня половину и завтра на завтрак точно оприходуем. Все, девчоночки, целую, обнимаю. И до завтра!